друзья всем привет красота да жаль что в стакане дело делала обход своих орхидей столкнулась с проблемой сейчас буду ее пытаться решать ну и заодно решила вообще показать орхидеи которыми дели иные вопросы проблемы и задачи с которыми не все так просто ну чего начнем вот этот вот красивый беклипчик так и делает мне голову я сейчас ставлю кадры видео снимала буквально на третий день когда обрезала вот эти там он бесстыдник к сожалению сбрасывает корни сейчас мы еще посмотрим что у нас тут происходит еще прошло у нас время за это время тургор у нас снижается но я делаю примочки сейчас мы их тоже поставим обязательно прям вот листики стали более податливые но все это почему ну потому что корневая система и дальше вот он ее идет 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 гноит и гноит то есть это все выше и выше вас подымается подымается я это вижу с каждым поливом все поливы которые у меня были этот уже тот же корешочек менял цвет вот этот все что поливы были все поливы у меня были с привикуром друзья больше ничего и вот на листики примочки кладу чтобы все таки тургор но не так вот сильно снижался но пока у меня ничего не получается хотя я стараюсь стараюсь сохранить вот этот прекрасный сорт у себя в коллекцию просто потрясающе реально реально он нереальный просто фантастическая какая-то орхидея не передается своего цвета к сожалению нет то что на самом деле так что погибнуть мы ему не даем корешочки здесь вот тоже смотреть такого но не самого лучшего что ли скажем так качество кто-нибудь скажет а мог подложить или еще что-то я потихонечку тут все равно его увлажняю вот не так удобнее наблюдать все проветривается в общем-то вот такие пироги сейчас они примочки поставим так друзья это вот неудачного неудачное получение тоже у меня с примочками не примочки у нас нам не помогают то видео смотрел помните тут куча 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 листов желтеющих желтых желтых снимали обрабатывали шею медным купоросом сброс листиков остановился но их всего осталось три они естественно без тургора потому что что потому что корнями тут балалайка вот все корни что есть немногочисленное количество вообще было в горшке они все вот такого вот качества и здесь тоже видите все высохшие не самые лучшие почему ничего здесь не делают тоже не укладывала ничего потому что у нас был процесс с шеей орхидеи дергать я не стала плевается она также у меня приве курчиком составлением тут вот водички на какое-то время каждый полив каждый полив с приве кур вот он есть какой-то корешочек он здесь хоть и сухенький но он может послужить есть на это счет видео кто не видел тоже посмотрите интересные моменты возможно для себя увидите ничего не досыпала мхом не обкладывала потому что были неоднозначные вопросы с шеей не надо было ее видеть и не надо было иметь подход к ней потому что обработки были несколько раз медным купоросом и надо было чтобы она проветривалась в данный момент и подсыпать в принципе можно наверно но тут с корнями шивах ну и в общем то наверное все таки подсыпать может быть что ты может подложим также сейчас намочил диски поставим примочки но тут конечно беда беда и дальше это то что с чем я сейчас вот борюсь и работаю дальше вот такая вот ситуация не постигла и это новенькая орхидея относительно новая очень красивая пришла от нички такой красивый-красивый скажем черных желтой яркой губой вот это вот у нас опять трипс у меня завелся зараза такая просто вот не дает мне покоя бушует только я справилась с ним как он зараза вновь ну сейчас уже обработки я сделала не все но дает провела листик дальше идет чистенький но что я заметил видите это все солнышко друзья это все солнышко она оставляет как может оставлять пятна такие как сухие так и провоцировать уже мокнущие вот такие здесь он уже даже споры видите высыпались что я буду делать видите вот еще на и на этом листочке но здесь сухенький здесь сухенький а вот здесь влажный и так мои действия смотри же тут цитоносчик который у нас уже целую мешает так и поработаем с этим листиком надо его обрезать обязательно сделаем это вот так он реально мокрый вам просто не видно но такой вот водянистый но ты так этот вот я пока трогать не буду хотя здесь видите он прям вот уже уже вы наш куда устремляется в точке роста здесь я намажу все таки думаю фундазолом листик с этой стороны и с изнаночной стороны здесь подможу этот момент и буду наблюдать да к таким моментам надо относиться очень внимательно потому что пятнышки у нас на листиках разные совершенно бывают в общем то все откладываем его сторону и будем разводить фундазол вот еще такая вот ситуация щас покажу кто тоже малышка ну малышок не совсем уж малышок вот такой бабочкой ты получила не так давно и вот чуть-почуть мало-помалу мне приходится срезать вот этот вот листик он центральный видите вот то есть я его уже чикала ну несколько раз раза четыре наверное все равно ситуация продолжается идет дальше изменение листика его фактуры текстурой ну не видись это еще цветонос лезет в камеру вот такое чувство как отек вот но это не отек и эта фигня идет дальше вот тут вот видно изменение цвета я думаю вам видно и на кончике когда это все началось то есть да вот он тоже так вот поменялся и и на кончике листика он еще был желтенькими пятнышками я потихонечку так же вот начала его срезать этот лист проливала я его приве куром а он за разы дальше идет то есть вот уже осталось сколько и доходит уже до точки роста практически вам наверное все равно не видать ну не знаю уже как показать ну в общем то вот изменение цвета здесь вот изменение цвета и фактуры и вот уже говорю доходит до точки роста это ничего хорошего опять вот сейчас вот обрезаю захватом хороший скажем такой нездоровый не знаю что там дальше будет и полив у меня с приве куром идет и все равно сейчас тоже обработаем срез почему так вот настойчиво его срезаю потому что были случаи у меня такие когда листик вот вону какая-то такая болячка какая-то петербяка ну доходил до точки роста и точки точки роста пропадала и сам кустик пропадал то есть внутрь шло так тоже его обработаем инструмент перед срезом тоже обрабатывала так ну что ж сейчас что буду делать сейчас буду делать примочки примочки я буду делать водичку и вот янтарин у меня данном случае беру пипеточку и очень удобно мерять и сюда вот добавлю этим раствором на ватные диски и будем прикладывать чуть отжимаю и протрем листики и приложим ну что мне еще пока то делать пока так вот сверху может час вода сыплю субстрат или мог положу пока сегодня очень утешительно и вот примочки снизу сделала так и у этого товарища красавцы моего такую как же хочется чтобы он у меня остался в коллекции все стараюсь сделать но не всегда все бывает по плану так и так же сзади приклеиваем листики не оставим ватный диск тут чуть-чуть побольше отожму потому что верхний чтобы водичка сейчас туда у нас не полилась верхний задранный листик поэтому чуть побольше отжала в капельки не скатывались так ну и пошла до зова разводить да друзья солнышко это еще то дело и хорошо с ним и в то же время плохо учитывая что у меня везде все затенено ну не обходится без вот таких вот моментов к сожалению намажем посмотрим так вот этот средство же сейчас от пройду вот этот вот место тоже нам уже хуже не будет солнышко солнышко ну скоро зима зима осень и зима тоже будем тоже будем грустить о солнышке да друзья возит его на не хватать пока чуя не в кадр тоже тут все сейчас намажем стекло да ну ничего страшного промокну хуже тоже не будет вот и все друзья не одно у нас так другое вот такие у меня сейчас больняшки такие разочаровашки ну будем стараться на максимуме для них что-нибудь да сделать не бывает такого чтобы всегда все было ровно и хорошо желаю вам здоровья хорошего настроения чтобы ваши орхидеи вас только радовали всем пока пока до новых встреч друзья